здравствуйте туристы и милитаристы миру мир нет войне сегодня нож знаковый сегодня нож очень классный он действительно и любопытный и красивый и прикольно сделан это по-прежнему как какая-то читаемая классик мне вообще нравится рей лаконика мне нравится его дизайн и мне очень заходят как говорится его стиль то есть в этом плане здесь прямо это практически сразу ты хочешь сказать что да если рей делает что-то он делает с умом но вот для начала от стоун вошел клипсу шикарно шикарно такая же в точности клипса но блестящая она выглядит совершенно похабный как только от стоун вошел это совершенно вменяемая симметричная клипса глубокая посадка ножа на карман то есть рукоять абсолютно не видно хотя могла бы потому что очень красивая ми карточка ну да ладно и самое главное то что не самое главное но очень здорово то что это клипса еще и переставляемая под левую руку в режиме типа кончим кончик кверху двухпозиционная и я переворачиваю вы видите что если вы например правша и вы наоборот как говорится протестуете против всяких вот этих вот дополнительных заглушек отверстий и так далее чтобы клипсу крепить под левую руку то не напрягайтесь совершенно этот вырез вообще не напрягает очень аккуратно сделан рядом отверстие для темляка и конечно же вы видите в стиле кого у нас сделано на самом деле производители и дизайнеры они вообще не напрягаются друг у друга заимствовать какие-то идеи мы видим что у нас здесь бэкспейсер ми картовый такого же цвета и это выглядит просто суперски то есть нож сам по себе невероятно фотографичный невероятно инстаграмный и здесь есть куда разгуляться с точки зрения раскрытия потому что у нас шпенек двухсторонний под правую под левую руку и фронт флиппер который совершенно спокойно за счет кассетного керамического шарика подшипника выстреливается указательным пальцем это я называю такой фартовый нажиманский такой способ раскрывать или есть более деревенский большим пальцем вот все нормально получается красавчик да не то слово здесь очень прикольная такая эргономичность рукояти небольшая спинка небольшое брюшко зажимаешь нож в руках диагональным хватом и он просто живет у тебя в ладони берешь мало точным хватом еще удобнее посмотрите как близко практически вот режущая кромка на палец заходит то есть это действительно строгать с огромным удовольствием вот вам обратный хват вот вам отверточка и конечно же нет никаких сомнений в том что этот нож совершенно грамотно будет работать там по продуктам и так далее так далее не назвал я имя не назвал почему потому что я не буду извращаться нет такого английского слова я не буду извращаться называть его соколк или там еще как-то вообще моя лучшая самая замечательная моя половинка которая знает английский язык совершенственно сказала скорее всего говорит и ты зря надрываешь так свое серое вещество она говорит скорее всего это вообще восточное слово то есть подумаем может быть это а тогда вот совсем недавно мне товарищами который разбирается в японском языке в частности он сказал что там нет ударений поэтому я на нож сейчас назову сококе 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 получается то есть вот такое вот имечко что она означает я не знаю честно говоря потому что гугл мне выдал только неких в неволе наоборот в дикой природе размножающихся котов какой-то типа сорт кошек почему бы и нет может быть не знаю то есть здесь если я сейчас сажусь 5 меня конечно прикалывают вот эти вот без встречи и аегисы которые иногда проскакивают в интернетах но в данном случае я действительно признаю я расписываюсь в том что я лапать я не знаю как правильно произносить это слово и так сококе серии дизайн рейла коника красавчик рей молодец задизайнил прямо нож вот очень классный кстати говоря релиз этого ножа назначен на 3 февраля ни много ни мало ни раньше ни позже длина 194 целых одна десятая миллиметра длина клинка 85 целых один одна десятая миллиметра ширина клинка 26 миллиметров толщина по обуху 3 миллиметра и у нас получается действительно резачок не слабенький а очень такой хороший здесь прямо вот опять же золотая середина золотое сечение реза почему потому что 3 миллиметра это в принципе как бы немало но и немного без перебора и прямые спуски от обуха на 26 миллиметров ширины клинка красивая красивейшая просто линия режущие кронки а нам дает основание предполагать что здесь прям действительно этот нож запросто можно относить в разряд именно резаков так финиш клинка silver bit было blasted blasted вес 99 и 9 десятых если вы берете в микарте и 108 целых четыре десятых грамма если нож у вас g10 я могу сказать что для меня конечно сомнений вообще никаких нет этот нож прекрасен именно в микарте столько здесь сэндвик 14 си 28 н все хорошо 58 60 единиц по шкале рокула заявленная твердость севере эту сталь очень хорошо запекают как говорится рукоять повторюсь или микарта или g10 замок лайнер лог кассетный керамический шарикоподшипник на сайте себе точка ком этот нож стоит 77 долларов это не просто вменяемые это шикарнейшие деньги за такой нож то есть все таки мы не будем забывать что севере это дочка вы это соответствующие их контроль качества это соответствующее качество именно и термы и сборки и всех материалов и прочего и прочего то есть это уже серьезный игрок мировой ножевой индустрии и нож не просто до 100 долларов здесь 77 баксов всего это значит что вы его где-то в интернетах в любом случае по каким-нибудь акциям по каким-нибудь там промен акциям в любом случае его выцепите за подешевле поэтому поэтому очень-очень все замечательно и так самое главное ну давайте давайте чуть порежем а потом дальше продолжим а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Он вам дает идеальный укол А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Здесь получается так, что практически скинду, но немножко, самую малость, попрямее спинка и немножко, самую малость идет дуга режущей кромки. То есть, это именно чуть-чуть, сохраняя все преимущества формы клинка скиндушного, здесь чуть-чуть все-таки немножко дан такой реверанс именно в сторону реза. То есть, все, блин, ну реально нож просто охренительный, нож просто идеальный и в лучших традициях нынешних, которые сейчас преследует корпорация, вы и компания, я очень надеюсь увидеть этот нож в этом же размере, 85 миллиметрах. То есть, не надо там делать ничего больше, он совершенно здесь всего хватает. Я очень надеюсь этот нож увидеть в каком-нибудь жирном карбоне или титане, в какой-нибудь М390, в именно исполнении WeKnife. Это было бы очень круто, это будет совершенно правильно. То есть, ничего плохого, то что еще один классический нож появится в линейке компании. Почему? Потому что конкретно вот этот вот Сококе, он не просто классика, здесь очень-очень вдумчиво, буквально Рей Лаконика каждый миллиметр ножа просматривал. И здесь действительно получается просто суперский. Нож 5 баллов, 5 с плюсом. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok